Всем здорова дорогие друзья, с вами Даваска и сегодня я буду собирать сеты с набором Городской Лис. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Чтобы вы понимали, я этот набор не выбивал, не смотрел, я вот только сейчас при вас его, так сказать, смотрю, буду выбивать. Почему я решил заделать отдельное видео, как я собираю сеты с этим набором? Во-первых, я хочу вернуть старую добрую рубрику, где я буду собирать сеты со всеми наборами, которые уже выходят в игре. То есть, выходит набор, я сразу же с ними делаю видос. Выходят футбольные футболки, я сразу же с ними делаю видос. Да, и футболки, и набор этот вышли для довольно-таки давно, но до этого вы видели офигенный контент на моем канале. Поэтому я пока с ними сеты не делал. Во-первых, мне понравилось то, что у этого набора прическа и маска отдельно, а не совместно. Тут просто офигенный торс и просто офигенные были бы штаны, если бы не этот хвост. Ну, а сапожки, я думаю, тоже можно будет с ними что-нибудь сделать. Так, сколько жетонов нужно на набор? 15. Хорошо. Обычно с таких ивентов падает максимум по 2 жетончика за прокрут, и набор в общей сумме выходит где-то 1000 на 2 алмазов. Выпало 3 жетончика, это хорошо. Нужно еще 12. Получается, падает еще один жетончик. Смотрите, сейчас упадет 1. А на следующем прокруте падает 3. Чекайте. Это база. Это просто база. Это алгоритмы. Получается... Опа. Я открыл за 1 и выпал сразу же лепесточек. Так, сейчас падает еще один. Давайте-ка вот так вот сделаем. Откроем 1. Ну да, да. Ну да, ну куда я... Куда я полез? Так, падает еще один. Мне нужно 4. Сейчас падает 3. Да, это база. И нужен еще один. Но по факту давайте за 179 откроем. Хотя... Ну да, ну да, ну да, ну да. Не могло же это выпасть раньше. Ладно, не суть. И мы забираем вот этот офигенный наборчик. Сразу же его откроем. Потому что мы будем с ним собирать эсеты. Но у нас вышли еще, получается, вот этот ивент. И все. Я вроде бы 2 каких-то еще хотел выбить. Джекпот выбивал. Оружейку выбивал. Инкубатор пока не буду выбивать. Вот этот нужно выбить. А эти все у меня выбиты. Окей. Давайте выбьем вот этот. Уберем ненужные лутбоксы. И посмотрим. Вообще мне нужен и набор, и стеночка. А, эмоция. Которая падает за 9 алмазов. Сразу же. Но я хочу вот этот набор чисто в коллекцию. Ну, и, соответственно, придется крутить, как я понимаю, до талого. Да? Из-за этого набора. Если бы он мне был бы нафиг не нужен, то я бы сэкономил полторы тысяч алмазов. Да? Рюкзачок. Ну, да, 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 да. Классика. Но эмоция за 9 алмазов, это очень сильно. Такс. У нас, кстати, там еще были попытки за прокруты. А, подарки за прокруты. Алмазные купончики временные. Еще пасибочки. Так, что тут у нас еще? Тут за прокруты нету, нету. Так, давайте возьмем аллока и будем собирать сеты с этим наборчиком. Где у нас аллок располагается? Вот он. Шикарнейший фастерский сетик. Так, эмоция. Так, не эмоция. Нам нужен костюмчик. Тут прическа вообще офигенная. Даже в этот сет она смотрится офигенно. Так, мы имеем вот такой вот наборчик. Ну, с прической, честно. Ну, вот она белая. Она самая обычная. Вот в любой сет, какой вы хотите. Пусть он там желтый, синий, красный, фиолетовый, розовый. Без разницы. Она в любой ваш сет подойдет. Я, честно говоря, не вижу с ней смысла собирать сеты. А вот с масочкой я бы что-нибудь интересное собрал. Мне кажется, нужна какая-нибудь... Ну, видите, дети, как ущербно смотрятся все прически, которые есть. Поэтому нам нужна прическа, которая будет идти назад в виде косички. То есть, даже не такая. Так, где тут эти причесочки? Вот что-то типа такого сегодня нужно. Вот это смотрится, в принципе, тоже неплохо. Так, масочка у нас черно-желтая. Черно-золотая даже, я бы сказал. Что сюда можно? Ну, давайте пока оставим вот эту причесочку. Посмотрим, как со черно-золотым смотрится. Ну, такое себе. Со черно-красным тоже такое себе. Два непонятных цвета, которые вообще между собой в природе практически нигде не сочетаются. Но с золотым торсом, в принципе, неплохо. Сюда можно какие-нибудь золотые штанишки, а-ля вот эти. И также можно, как вариант, вот эти высокие сапоги именно с этими штанами смотрятся довольно-таки неплохо. Но опять же, мне не нравится. Есть у нас какой-нибудь черно-золотой. Черно-золотые, по сути, должны быть. Но вот тут еще есть красные элементы. По сути, по цветам, вот этот вообще идеал. Потому что тут и черный, и красный, и золотой. Но под этот торс... А, ну вот эти штанишки неплохо смотрятся. И нужны какие-нибудь обычные красные кроссы. Так, либо красные, либо золотые, наверное. Либо даже вот эти. Ну, опять же, такое себе, но смотрится довольно-таки интересно. Ладно, мы собрались с вами здесь. Потому что вряд ли, я думаю, вы выбивали этот набор именно ради маски. Потому что торс тут просто бомбический. Давайте сюда оденем обычную масочку марионетки. И какую-нибудь красивенькую беленькую причесочку. Так, это с одного и того же набора. Вот это довольно-таки интересно смотрится. Я хочу вот эту. Так, кроссы. Давайте, наверное, обычные белые какие-нибудь красивые. А может быть, что-то из нового есть белого, симпатичного. Так, тут уже все старое. Ну, Джастина Бибера можно оставить. Либо же вот эти. Желтенькие вот эти будут чересчур. Так, что-что-что-что. Давайте тогда самые обычные белые кроссы пока обои. Мы не будем парить себе мозг. Так, где они? Вот. Так, какие сюда штанишки пойдут? Во-первых, давайте посмотрим желтый мифический и красный мифический. Ну, такое себе. Вот эти штаны мне никогда не нравились, как сочетаются с голым торсом. Поэтому их пропускаем. Так, ну, сюда, наверное, вот так тоже довольно... Вот как бы сюда великолепно смотрелись белые штаны ангела. Вот эти штанишки довольно-таки неплохо смотрятся. Дальше зеленые. Вот эти, кстати, тоже интересно. Они как бы оттеняют все. И смотрятся довольно-таки интересно. Вот эти тоже годно. Ну, сюда, наверное, либо черные, либо белые штаны. Хотя какие-нибудь вот эти коричневые смотрятся довольно-таки интересно. Дальше. Вот так тоже круто смотрятся. Даже сюда можно коричневые штаны, а не чисто черные. Кто шарит самим с коричневыми штанами, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно, сколько людей за это шарят. Вот с этими штанами смотрятся тоже довольно-таки интересно. Мне понравилось. Дальше. Что еще у нас есть? Ну, тут пока. Вот с этими штанишками годно. Кстати, с этим набором в скором времени тоже будем собирать сеты. Так. Тут такое себе. Вот с этими штанишками годненько. Во! Вот с этими офигенно. Черно-золотые штаны есть внизу. Мне кажется, с ними вообще охуенно будет смотреться. Вот с этими, кстати, вообще шикарно. Дальше. Что у нас? Во-во-во-во-во. Вот это годно. Это такое себе уже. Вот с этими тоже интересно. Так. Вот с этими тоже шикарно. Дальше. Такое себе. Вот с этими тоже пойдет. Но за три чертежа получше. С Рагнариком, кстати, офигенно смотрится. С этими штанами. С этими тоже интересно. Но прикольно то, что под этот торс подходят те штаны, которые мы обычно скипаем и не собираем с ними. Какие-нибудь вот такие мы часто используем в ассетах. Нет. Но именно с этим торсом смотрится довольно-таки неплохо. С этими штанами тоже годненько смотрится. С этими такое себе. Вот с этими, кстати, очень даже неплохо. То есть все коричневые штаны все сюда. Вот с этими шортами тоже интересно. С этими шароварами даже как-то прикольно смотрится. Вот с этими бриджиками тоже годно. Ну, обычные черные штаны. Что с них взять? Вот с этими штанами тоже интересно. Только вот эта сумочка на жопке меня чуть-чуть смущает. С этими штанами годно. Да, в принципе, тут, наверное, уже и заканчивать можно. Потому что... Ну, вот с этими тоже красиво с песочными, кстати, годно. Со штанами головореза. Вот с этими шортами вообще имба. Тут тоже. Дальше. Со штанами пожарника, да? А, это пряничный человечек. С ними тоже довольно-таки интересно. Во! О! Наверное, я одни из лучших штанов в этом выпуске. Офигенные штанишки. Так. Тоже довольно-таки интересно. Тоже прикольно. Вот с этими джинсами. Какие я помню в свое время они были офигенные. Ну, довольно-таки интересно смотрится. И тут еще должны остаться вот эти штанишки. Вот эти, вот эти, вот эти. Ну, короче, довольно-таки норм. Вот с этими тоже годно смотрится. Дальше. У нас идут штанишки. Но это жучка опять. Это просто... Ну, посмотрите, ну что это. Такие были бы офигенные штаны. Ну, давайте попробуем с ними тоже что-нибудь собрать. И давайте представим, что у них нету хвоста. Так. Ну, такое себе. Сюда подойдут, мне кажется... А, с этим торсом годно. Но тут прям хвост. Ну, прям посмотрите, как он мешается. Это просто ужас. Так. Всякие красные шторсики мимо. Желтые тоже мимо. С голыми торсами по дефолту будет красиво смотреться. С этим торсом красиво. С этим тоже ничего. С этой курточкой офигенно. С плащом такое себе. Желтый... А, синий BTS и желтый. Прикольно смотрятся. Дальше желтый тоже норм. Вот это тоже красиво. Белая курточка мимо. Это тоже мимо. Красота. Просто шедевр. Так. Это пока тоже мимо. С этим торсом... Нормально смотрится. Но, опять же, те же самые золотые штаны ангела смотрятся лучше. С этим торсом, кстати, красиво. С этим тоже синий няний сюда подходят. Ну, по сути, это вторые штаны головореза. Но, опять же, из-за хвоста это ужас. Вот с этой рубахой смотрится вполне себе неплохо. Но, опять же, хвостик. Так. Воу. Вот с этой курткой вообще имба. Тут где-то должна быть шикарная курточка. Вот эта. С ней тоже все шикарно смотрится. Потом с этим торсом вообще офигенно. С этим тоже. Вот. Я про эту курточку говорил. Опять же, если бы не хвост, было бы шикарно. Но с халатиком это вообще имба. То, что надо. Ну, а дальше, наверное, вы сами понимаете, с чем что прикольно сочетается. Давайте посмотрим, как с рубахами смотрится. Вот с этой. И также с футбольными футболочками. Довольно-таки неплохо. Особенно, если она желтая. Так. Напоследок давайте буквально на пару сетиков с обувью. Вот обувь, кстати, интересная. Я, честно говоря, давно искал что-то подобное. Так. Нам нужны низкие черные штаны. То есть, нет, это синенькие. Так. Где-то же были прям черные штаны. Вот. Сюда нужен какой-нибудь прямо черный-черный торс. Либо что-нибудь черно-красное, наверное. Может быть, даже вот этот сюда подойдет. Ну, в принципе, интересно. Только прическа сюда нужна даже, например, вот такая. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Так. Так. Вообще, по сути, можно даже заделать один прикольный сетик. Ну, что-то типа такого даже можно. Так. Вот тут где-то был черный торс. Ну, он такой себе. Этот тоже синий. Так. Нам нужна черная водолазочка, чтобы посмотреть, как все это красиво. Возможно, красиво будет смотреться. Ну, опять же, я сразу же скажу, что штаны будут чернее, чем водолазка. Вот с этой футболкой, кстати, годно смотрится. Так, где у нас черная? Вот она. Вот она. Да, штаны чернее, чем водолазка. Но у нас есть черная футболочка. Вот эта, которая прям черная-черная. А также сюда можно, по сути, обычную черную причесочку. Но я хочу именно свою любимую. Где она у меня? Вот тут. Можно на даже, кстати, кепочку со второго пропуска. Почему бы и нет? Так. Вот этот. Во. Ну, прикольно смотрится. Но, опять же, есть штаны, которые лучше этого всего смотрятся. Где наши казахские штаны? Так это... А, кстати, CR7. Они тоже обычные черные. И смотрятся круто. Вот эти штанишки, кстати, смотрятся по-военному офигенно. Вот эти черные тоже бодрые. Вот эти тоже. А, тут чуть-чуть щиколотка видна. Вот эти тоже круто. Вот эти тоже круто. А, костяные. Такое себе. Где штаны казахские? Оле. Так, ну вот эти прикольно. Тут щиколотка видна. Вот эти джинсы интересно смотрятся. Веном тоже довольно-таки норм. Вот они. Вот как-то так. Так, и такой фул черный офигенный сетик. Так как красивых черных кроссовок в игре нету. В этом сете можно играть именно с этой обою. Смотрится довольно-таки интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok